Партнеры проекта Всем привет! Вы смотрите проект «Отличные студенты». По результатам прошлых двух конкурсов лидирует у нас команда ЧГУ. Они набрали 13 баллов. В первой серии ребята соревновались в конкурсе аниматоров. В прошлом мы проверили их знания школьной программы, а сегодня им предстоит испытать настоящий ужас. Мы проверим, есть ли у них фобия, точнее инсектофобия. Ребятам необходимо будет в этот аквариум, террариум, кишащий тараканами, опустить руку и найти там вот такого червячка. Вот такого! Тараканы могут разбежаться, поэтому нужно будет их стряхивать, чтобы они не разбежались. Помогать нам в этом конкурсе будет Роман. Роман – сотрудник салона-магазина «Мир аквариумов». Он не боится всех этих гадов. Рома, что за тараканы и что за червяк? Тараканы являются кормовыми тараканами для рептилий. Называются они дьетнамскими тараканами. А это кормовой червяк зоофобус. Их можно есть? Можно. Студентам, значит, мы вели съесть этого червяка. А ты можешь? Есть. О, боже мой! Какой кошмар! И студентам предстоит не только достать этого червяка, но и сделать что-то еще. Что именно в секрете держим пока не только от участников проекта, но и от вас, дорогие зрители. Итак, зовем первого участника. Первое пройти испытание вызвалась Дарья Адюкова, студентка ЧГУ. Здравствуй, Даша. Здравствуйте. Ты у нас сегодня первая. Да. Боишься насекомых? Тараканов. Да не знаю, не особо. Нет? Прекрасно. Смотри, в этом террариуме тараканы. А это прям настоящие? Да, настоящие вьетнамские тараканы. Внутри этого террариума среди опилок лежит вот такой вот червячок. Его нужно будет отыскать. Вы что, издеваетесь? Да. Ты боишься? Основная задача, чтобы тараканы не покидали. Да. Если они начнут по тебе полгода. Как думаешь, справишься? А сколько баллов за это дело надо? 10 баллов максимум. А времени сколько у меня? Ну вот как справишься, да. Готово? Лишь бы Дима справился, а я-то ладно. Давайте. Давай, поехали. Ой, они меня боятся, кажется. Смотри, убегают, чтобы не убежали. Ой! Ой, господи. Я боюсь, тут я бы не убежал. Кажется уже. Так не увидишь его, наверное, лучше ладошкой как-то сказать. Помога ладошкой. Я нашла эту гусеницу-не-гусеницу. Вот она. Молодец. Все, можно она там будет? Нет, надо поймать. Давай, держи. Нашла. Нравится? Все? Даша Адюкова справилась с заданием за 30 секунд. Даша, это не все испытание. Не надо ее есть, пожалуйста. Нет. Да? Нет, спасибо. Даша, надо себя пересилить и съесть этого червячка. Я вот сейчас думаю. Блин, мне его жалко. Он живой. Его или себя. В смысле? Ну, мне и себя жалко, его жалко, потому что он живой. Он вон движется и хочет жить. Ой, блин, он опять падает. Вот так. Господи, на сколько? Очень. Очень? Да. Очень это на сколько? Так что, она курится? Там белок. Скорее всего, как яичница. А белок способствует похудению? Нарачиванию мышц. Да. Я надеюсь. Ну, блин, он живой. Ну, смотрите. А можно его убить сначала? А почему нет? И мертвого ты съешь. Нормально. Да. Ладно, Даша. Бросай его туда. Это было испытание. Вот тебе. Брось с тобой. Вот это съешь. Я бы его съела. Ты бы съела. Вот тебе такой червячок. Покажи камеру. Мармеладный. А его можно было съесть или нет? Можно было съесть. Но мы бы вам не дали. Спасибо. Посмотрим, как справятся другие участники проекта. И в частности, твой напарник Дима. Он следующий. Пока, Даша. Пока. Что за испытание их ждет, участники проекта узнают в последний момент. Общение между прошедшими конкурс и теми, кто ожидает своей очереди, категорически запрещено. Наше воображение играет, что там будет. Питоны, пираньи. Нас все ругает. Я ничего не хочу говорить. Мне страшно. Ну, как бы увидели, что есть коврик у питона, который нужно стирать. Теперь мы все думаем, что мы будем с питоном. Будем, наверное, доставать лягушек из аквариума и перекладывать в другой. Готов? Да. Торокашки, привет. Раз я вас быстренько тут потревожу немного. Так, 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 страшновато. Так, трогал таракан. Был белый? Я, нет, не трогал. Так, еще это червячка и сюда. Так, ух ты, тут даже белый есть. Ничего себе. Ну, почти как плейд играть, находить детальку свою нужную. Оп, прошел. А его вытащить надо, да? Да. Все, готово. Дима отыскал червяка за 44 секунды. Отгадай, что следующее должно быть, да, задание. Серьезно, что ли? Это же шутка, да, ведь? Я ведь сейчас съем. Да. А время идет еще? Нет. То есть это шутка? Нет. Это уже за время достало. А здесь справишься или не справишься? Серьезно, что ли? А я ведь сейчас начну кушать. Вы меня резко остановите, да? Нет. Я ее могу рвать? Как тебе нравится? Нет, точно, да? Все, я начинаю. Да? Не страшно. Так он с таракана не ж был. Ну что? С таракан тоже можно есть. Они съедобные, кстати. Я не кореец. Готов? Сейчас мы попробуем. Но целиком живого. О, Боже, он его раздавил. Ешь. Ешь. Серьезно? Можно я отвернусь от камеры? Нет. Внимательно смотрим. Он умер. Стой. Мы вас пожалели. И все-таки не заставляем. Есть настоящих. Вот есть мармеладный. Но они съедобные. Поэтому ты можешь попробовать. Как-нибудь в другой раз. Спасибо. Это была команда ЧГУ. Дима, пока. Следующими свое бесстрашие или наоборот покажут ребята из Российской Академии. Встречаем Дашу. Привет, Даша. Тараканы, да? Да. Серьезно? Любишь тараканы? Да как-то нет. Приступаем, что ли? Ну, тараканы здесь не кусаются? Нет. Ладно. Только щекоти. Готово? Давайте. Поехали. На время, кстати. На время их ловим. Время пошло. Я даже червяков-то не вижу. Вот, над руками на ощупь. А-а-а. Черт. Раскапывать. Ах, я не могу. Время идет. Я понимаю. А-а-а. Запускай туда руку и быстро на ощупь. Закрой глаза. И на ощупь. Мамочки. Такой жестокий у нас сегодня конкурс. Даша, время идет. Я понимаю. Ты проигрываешь. Они где-то посерьезки были, Даша. Где червяки эти дурацкие? Вот они, урони, пожалуйста. Да. Разбегутся здесь. Я больше боюсь, что я уроню эту штуку, и они... Дарья Курносова копалась в тараканах 5 минут 20 секунд. Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он все. Молодец. Держи в руках. А, фу. Бэээ. Даша, это еще не все испытание. Давайте быстрее, пожалуйста. Его надо съесть. Ой, идите, нет, я не буду его есть. Нет. Это нет. Это даже не обсуждается. Я не буду его есть. Даша, тогда ты проиграешь. Я лучше проиграю, чем съем червяка. Вы что? Нет. Ты не одна проиграешь. Целый вуз подставишь. Меня простят и поймут. Ты готова проиграть? Да, я готова проиграть, только не есть этого червяка. На самом деле надо будет съесть червяка, но другого. О, боже, какая прелесть. А можно сначала руки помыть? Конечно, Даша. Прежде чем увидим, как справиться с конкурсом Иван, отправимся на экскурсию в вуз этих студентов. Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при президенте Российской Федерации заслужила репутацию лидеров в подготовке высших руководящих кадров страны, как для бизнеса, так и для государственных структур. Многие известные политики Чувашской Республики являются выпускниками этого вуза. Тот системный подход подготовки именно управленцев, который применяется в Академии, очень серьезно приветствуется. И я очень рад, что благодаря этим знаниям, эти знания мне сегодня позволяют идти в ногу со временем и принимать те или иные управляющие решения. Выпускницей Академии является и первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики Антонова Инна Николаевна. Конечно, я очень благодарна и преподавательскому составу, и управленческому составу за те условия, которые были нам предоставлены, за те знания, которые они до нас донесли. И я считаю, что они своими выпускниками могут гордиться. Также выпускниками Чебоксарского филиала Российской Академии Народного Хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации являются глава города Леонид Черкесов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики Сергей Мельников, заместитель главы города Чебоксары Ирина Клементьева и многие другие. Выбирают этот вуз для продолжения своего образования и те, кто уже трудится в госструктуре. К примеру, второе высшее сейчас здесь получает Алексей Соловьев. Я думаю, что нам повезло, что на территории Чувашской Республики, в столице, в городе Чебоксар, находится такая академия. Академия очень с большим опытом, с огромными традициями. Я думаю, что список тех людей, которые здесь обучались, он настолько велик и значим, что думать даже здесь не нужно. Нужно просто поставить перед собой цель и желание его добиться. Прийти, поступить в академию, успешно закончить и применять свои знания только на пользу людям. Возвращаемся к конкурсу. В своей очереди дожидается Иван Щирий. Ну, приступаем тогда. Поехали. Время пошло. Ух ты, как шустро-то. Иван справился с заданием за 17 секунд. Вайн, должен его съесть. Нет, нет, не надо, вы чего. Он же... Он съедобный. Не надо, пожалуйста. Он же живой, не надо. Может, он же жить хочет. Он кормовой. Еде людей тоже? Да. Стоп. Можно было деньги. Я его укусил. Нормально, ничего. Я, на самом деле, его съел перед камерой. Ваня, молодец. На самом деле, для тебя другой червячок. Вот такой. Ай, я думал, другой червячок. Не, ну они реально съедобные, нормально. Ты вообще молодец. Я, на самом деле, вначале, не ел, чтобы потому что группа сомневалась, что его можно увидеть. Ничего страшного в этом нету, так что... Вань, как испытание? Он хрустнул. А он хрустящий. А на вкус? Как? Ты пытался узнать, как он на вкус? Успел? Не успел. Ладно, хоть не тараканов есть. Ну, тараканов, кстати, вот этих тоже можно есть. Не-не-не, спасибо. Ну все, на сегодня у нас обед закончен. Встречаем следующего участника. И это у нас Светлана. Привет, Света. А ты что? Как думаешь? Тараканы? Да. О, как. Может, стоило с коротким рукавом. А что с ним назад? Туда нужно руку опустить. И? В тараканов. И найти червячка. Вот такого. Сначала уже очень интересная. Да, все находили. Все? В общем, Света, опускаешь руку, на ощупь ищешь такого червячка. А мы засекаем время, за сколько ты справишься. Ты не боишься, что тебе под рукава они залезут? Я поэтому... Вот, давай, да. Поэтому всех просила сегодня прийти в одежде с коротким рукавом. Либо забыть. Готово? Они не кусаются? Нет. Готово? Да. Время пошло. Давай. Капец. Лучше не тяни время. Скорее, скорее. Раз туда, руку и на ощупь. Разглядеть тяжело. Он беленький. Вон он. Ну, хватай тогда, если увидеть. Давай быстрее, сейчас уползет. Давай, 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 быстрее. Быстрее, быстрее, быстрее. Возьми в руки сразу же, Света. Ничего страшного, он не кусается. Не кусается, хватай. Он сейчас убежит, бери его быстрее. Света, хватай его. Ты близко к победе. Сейчас, убежит, заново убивать будет. Давай. Ты уже сразу возьми, отмучайся. Держи спокойно, в руках, в руках, не выбрасывай. Я же взяла его. Света, ты близко к победе была. Ты что его обратно забрала? Он убежал, доставай его быстрее. Ты не уползает, возьми его в руки. Нет, я не могу. Света, возьми себя в руки. И червяка тоже. Светлана искала червяка 3 минуты 38 секунд. Молодец, держи, все хорошо, он не кусается. Я все уже поймала. Поймала, держи в руках. Держи, не бойся. Молодец. Держи. 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 Положи пока сюда тогда, давай. Давай. Света. Это был пока что минимум. Это было самое легкое его достать. Как сказать, первый этап? Да. Отгадай, какой второй. Надо тараканы, чтобы вытащить? Нет. Надо съесть? Да. Да? Да. Нет. Нет. Ты упридавила, чтобы, смотри, кровавый с какой-то, мокрый след. Это надо съесть. Ради победы. Вот. Нет. Никогда. Даже если у меня миллион, то тоже, что я не съем. Да ты что? Нет. А 10 баллов за конкурс? Да, тем более. Ладно, на, возьми другого червячка в руки. Вот этого можно съесть. Спасибо. Итак, следующий участник проекта, Михаил, тоже представляет ЧГПУ. Миша, мы тебя ждем. Вот и он. Михаил. Сушить надо? Сразу готов все съесть? Нет. Можно, конечно. Я уже потушил позавтраку. Спасибо. Тогда, по крайней мере, для начала, вот здесь тараканы. Тебе необходимо достать вот такого червячка среди них, чтобы тараканы не разбежались. Скидываешь их сразу же. Готов, что ли? Да. Ты не боишься? Поехали. Боюсь. Какой-то страшный. Какой-нибудь тараканов так трогал? Руками его трогал. Серьезно? Где? Дома? Дома? У тебя дома тараканы? Были когда-то? Ага. Он тут точно есть? Есть. Тут плодичка убегает. Ну, вот такая задача, что-то. Он не пахнет, но пределы. О, вижу червяка. Схватил, молодец. Михаил достал зоофобуса за 30 секунд. Все, руки дрожат? Да, потому что, смотрите, что-то делает со мной. Это был первый этап конкурса. Тетя, неужели теперь скушать надо? Ты прав. Нет, вы шутите? Нет. Все серьезно. Поэтому здесь все так долго. Девочки кричат. Так, а что затить? Тоже запить. Той воды, которая тут находится? Из аквариума. И вообще не запивают так. Это тоже засекается? Нет, это сможешь или не сможешь. Ну что, Миша, давай, там у нас еще впереди. А потом вы скажете, что это шутка была, да? Миша, ешь. Миша, ешь. Нет, нет, не выплюнуть. Мне не надо. Хотя он седобный, но мы не заставляем это делать. Вот и герой. Вот такого. Теперь ты пора, да, я смотрел. Некоторые тоже уже. Раньше нас, раньше того, как мы их остановим, он съедобный, полезный. А вот это... Я на самом деле его делал. Да. То есть это не шутка. А теперь мастер-класс от вас. Закусти. Запивать будешь? Нет. Второй уже. Второй. Предлагаю узнать о Свете и Миша побольше. Для этого заглянем к ним на учебу. Михаил Дмитриев студент ЧГПУ, а точнее студент технолого-экономического факультета. Факультета подготовки настоящих мужчин с золотыми руками. У меня в родстве одни девушки. То есть у меня три сестры, живу вместе с мамой. И тут даже собака с кошкой, девочки. Поэтому я единственный мужчина в доме. И поступил сюда для того, чтобы стать настоящим мужчиной. А на этом факультете я познакомился со своей девушкой. Я ей дарю не только настоящие цветы, но и еще вот такие, которые не вянут. Учаясь на этом факультете, студенты много времени проводят в мастерских. Работают по дереву и металлу. У нас изучают столярку, где можно изучить станки, оборудование. Такие даже ходят до ЧПУ станков. И ручная обработка, именно без ручной обработки мы не можем. Это главное, это этнические традиции, культура народов. Мы все это изучаем. Чтобы наши специалисты были востребованы на предприятиях, изучаем еще и станки с программным управлением. А вот какие занятия посещает в ходе учебного процесса Светлана Емельянова. Света – студентка факультета физической культуры. У нас очень хороший бассейн, тренажерный зал очень хороший. На первом курсе мы ходили в тренажерный зал и там занимались. Есть гимнастический зал, тоже здесь хорошо заниматься. Есть зал для волейбола, баскетбола. Он тоже хорошо оснащен. Лучиться мне здесь очень нравится, потому что здесь получаешь знания и в сфере медицины, и в сфере анатомии. Что в будущем очень понадобится. Чувашский государственный педагогический университет имени Яковлева. Город Чебоксары, улица Карла Маркса, 12. Телефон 62-03-12. Следующая у нас команда медиков. Мне кажется, что им ничего не страшно. Они даже практику в морге проходят, так что после этого все вообще ерунда. Встречаем Диляру. Диляра. Привет, Диляра. Здравствуйте. Как думаешь, что здесь? Думаю, что тараканы. Ты права. А еще помимо тараканов там есть вот такой червячок. Хорошо. Тебе его нужно нащупать, достать. Мы засечем время. За сколько времени ты справишься? И куда его? В руках держать. Готово? Не страшно? Все нормально? Время пошло. Нет, он там есть. О, смотри, поднялся наверх. Сейчас убежит. Все, 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 давай дальше. На ощупь так не увидишь. Опа, молодец. Опять вороняем. Дальше. Время не останавливаем. Все что ли? Одного. Держи, держи, держи. Держи. Все. Нет, держи, держи, держи. Все, все, все. Нет, ты назад его не китай. Все. Вот просто положи, он будет ползать успокоиться. Все, 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 все. Диляра справилась с первой частью задания за 34 секунды. Я думала, будет страшно. Я просто очень боюсь тараканов, я боюсь насекомых. Я вам честно скажу, гусеничек я не боюсь. Ты любишь гусеничек? Да, я люблю, у меня дома будет. Ну, знаешь, а на вкус? Нет, я не кушаю. Придется, Диляра. В смысле? Давай обратно. Малочки. Тебе надо его съесть. В смысле съесть? Съесть. Ты сначала до рта, потом убежала. Прожевать, проглотить. Можешь не жевать. Я не могу. Боже мой. Боже мой. Чего я только в этой жизни не делала, я вам скажу. Но гусеницы я еще никогда не делала. Это не гусеница, называется как? Завофобус. А не съедобный? Да, съедобный, сплошной белок. Я уже всем сегодня это рассказала. Ты его прихлопнешь, так в ладонях? Да, мне кажется, его лучше прихлопнуть. Думаешь, а ты представляешь, там, я не знаю. Там, в эти кишки на ладони. Ну и что? Может, лучше так, чем вживую. Жалко мне его. Ну, может. Жалко мне тебя. У меня дома были гусенички. Ленечка, у меня пыли. Сейчас упадет. А, боже мой. Попи его. Я не могу. Какой жестокий. Может, ему не хуже, пожалуйста. Ну все, ты все основную задачу сделала. Мне осталось есть. Стой! Не ешь. Боже мой! Я бы съела, я вам серьезно говорю. Я бы съела, честно говоря. Можно съесть. Нет, спасибо. Все, спасибо. Итак, следующий участник проекта, тоже представитель медицинского колледжа, Сергей. Сергей, мы тебя ждем. Здравствуйте. Привет. Привет. Вот испытание на сегодня. В этом террариуме тараканы и червячок. Покажи, пожалуйста. Вот такой. Понятно. Зоофобус. Ты должен на ощупь или как-то там найти его, достать. Мы засекаем время. Таракану. Нет, достать не таракана, а червячка. Поехали. Ничего ты себе. Четыре секунды. Ты не боишься, что ли, тараканов? Ну, я вырос в деревне у нас там. Много тараканов? Да. Давайте назовем его Жорик. Жорик. Да. Придет съесть. Жорик четыре секунды. Теперь этого Жорика надо съесть. Съесть? Да. Вы серьезно? Серьезно. Это тоже на время? Это на смелость. Нет. Не ешь. Слушай, вообще не задумываюсь. Я же говорю, медики, они ничего не боятся. Это точно. Вот это можешь съесть. Хотя того тоже можно съесть. Ты можешь попробовать. Первое правило медицины – это гуманность. Поэтому оставим это животное в покое. Пусть оно до следующего человека доживет. Вот, может, его съедят, может, нет. А вот эту я съем с удовольствием. Молодец, Серьезно, пока. И пятая команда – команда МАДИ. Кстати, в этой команде замена произошла. Маша Таланова сломала руку. Маша, поправляйся. Мы с тобой. А за Машу у нас будет участвовать другая Маша. Маша, мы тебя ждем. Для начала посмотрим Машину видеовизитку. Мария Федорова, 18 лет. Студентка Волжского филиала Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета. Утверждает, что она блондинка, разбивающая все стереотипы. То есть не только красивая, но еще и умная. И скромная. С детства мечтала руководить людьми. Сейчас учится на управленца. Готово? Да. Время пошло. Хуже, хуже. Пошла. Вытаскивай. Можешь подвинуть камеру, если мешает. Нет, все нормально. 15 секунд. Молодец. Ты не боишься тараканов? Что боится? Надо. Поэтому я буду теплеть. Какая ты молодец. Ну вот, а еще что надо, знаешь? Надо его съесть. Серьезно? Или это жутко? Нет. У меня ничего от этого не будет? Как бы я не могу. Нет, он съедобный. Что, серьезно съешь? Серьезно. Все, давай. Давай. Нет. Все, осталось, я не знаю, давай, 10 секунд тебе даем. Давай. Стоп. Что? Справилась, молодец. Все, я могу и не надо. За то, что ты, подожди, за то, что ты справилась. Надо съесть. Спасибо большое, это я люблю. Как тебе конкурс? Сейчас я бы съела, честно. Молодец, мы заметили. Молодец. Все, спасибо. Успехов. Пока. До свидания. Ну и завершает сегодняшний конкурс Николай Кишечников. Как он справится с насекомыми? Привет. Здравствуйте. Как относишься к тараканам? Все было ожидаемо. Да? Не страшно. Да, ничего особенного. Ну и прекрасно. Тебе нужно среди этих тараканов и опилок найти. Вот такого червячка. Червячка. Сколько времени дается? За сколько успеешь? За сколько успею, да? На время. Поехали? Ну, понятно. Давайте. Давай. А там есть что-то такое? Ёлкалки. До сих пор, что ли? Там мне не сказали об этом. Да, и смотри, чтобы тараканы не выбежали отсюда. Если будут выбегать всех, скидывай. То твои баллы будут. Да? Понятно. Ты вообще не боишься тараканов, что ли? Нет, что их бояться? По-моему, они такие гадкие. Вот, что они гадкие. Я боюсь. Ловите. Так, за то, что... Вот оно. Все, нашел. Все. Дай тараканов, да. Вернись обратно. Мамочка. Ой, она упала. Стоп, нажали? Николай справился с заданием за 25 секунд. Я боюсь. Что, будем тараканов кормить? Молодец. Ты знаешь, ты справился за 25 секунд. Все, здорово. Нет, нет. Дерми его назад. Держи, да. Это еще не все. Это еще не все. А, еще не все. Рыбку кормить? Себя. Себя, да вы что, нет. Ладно, что? Давай. Стоп. Ты хотел меня проверить? Это все было ожидаемо снова. Ты не готов был съесть? Готов. Я же почти его положил. Ладно, ладно. Языком почти натронулся. Поверим. Жалко стало. Думал, на самом деле съешь. На тебе вот такого червячка. Итак, 10 баллов сегодня зарабатывает команда медицинского колледжа. 9 баллов ребята из МАДИ, 8 ЧГУ, 7 ЧГПУ и 6 ребята из Российской Академии Народного Хозяйства Государственной Службы при Президенте Российской Федерации. Вот такой конкурс у нас сегодня получился. Противный и гадкий. Но не такой опасный, если бы мы вдруг решили использовать вот этих пираний. Смотрите проект «Отличные студенты», голосуйте за участников проекта. С вами была Марина Рябцева. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok